Приветствую! Приветствую вас вновь в нашей студии. Приветствую в этом эфире тех, кто присоединился к нам только что. Благословляю и ожидаем Божьих благословений в нашей жизни. Бог благ и милость его вовек. Любовью вечной он возлюбил тебя и потому простер к тебе свое благоволение. Он возлюбил нас, он избрал нас, он назвал нас своими. И теперь мы его народ, его дети, его сыновья, дочери. И это большая радость для нас, большое благословение, что мы собрались сейчас здесь все вместе. Я приветствую всех тех, кто присоединился к нам через интернет, через общину Дом Веры. Если вы еще не знакомы с этой общиной, пожалуйста, вы можете увидеть плашечку, вы можете увидеть название нашей общины Дом Веры. Это в интернете.ру. И вы можете подключиться, зайти туда и слушать наши эфиры. Мы вещаемся здесь, в этом эфире, пять раз в неделю, кроме субботы и понедельника. Мы вещаемся, прославляем Господа, пребываем в Слове Божьем. И наше желание духовно возрастать. Наше желание укореняться в нашем Господе, быть в Нем, пребывать в Нем, знать Его и отражать образ нашего Бога в наших жизнях. Он нас создал и назвал нас новым творением. Дорогие, сегодня я хочу с вами поделиться на тему и поразмышлять, почитать из Священного Писания на тему виноградарь и виноградник. Мы знаем, что Иисус ходил среди израильского народа, посетив эту землю, своим личным присутствием Бог воплотился и через Сына Божьего, через Иисуса сам Бог пришел на землю. Сам Бог обитал со своим народом, и Иисус полностью показал нам Отца, показал Его дела, Его заботу, Его внимание, сострадание, помощь людям. И Иисус себя назвал, себя сравнивал, показывал как бы свою сущность через земные образы. Все, что мы сегодня видим и видимым образом видим, это является отражением замысла Божьего. Бог задумал этот план для земли, план спасения человека. И все, что мы видим вокруг нас, устройство жизни, семейных отношений, построение планеты нашей, образы, которые мы видим через горы, через солнце, через звезды, все это, все это, не случайно, все это является отражением славы Божьей, все это является его замыслом, чтобы, рассматривая творение, мы открывали для себя Творца, открывали для себя Бога в разных ракурсах, потому что Он многогранный, Он великолепный, Он потрясающий, Он чудесный. И Иисус брал земные образы и постоянно рассказывал притчи. Например, тайны Царства Божьего Он передавал через притчи. Он брал разные фрагменты. Он брал то рыбу, то невод, Он брал то семечко, посеянное в землю, и из него выросло огромное дерево, то Он сравнивал Царство Божье с замесом муки женщины, то Он сравнивал с той женщиной, которая потеряла там, которая, с человеком, вернее, который поле нашел с жемчужиной и все продал. И также Иисус сравнивал самого себя с какими-то бытовыми земными предметами, вещами, без которых мы не можем жить, или которые нам понятны. Он называл себя, я говорю, есть хлеб, шедший с небес. Почему Иисус говорил так, что он есть хлеб, шедший с небес? Потому что хлеб – это то, чем питается человек. Хлеб – это основа продуктов, особенно в те времена. Сегодня изобретено много видов продуктов, но мы знаем, что хлеб всегда, вот эти зерна, перемолотый хлеб, испеченные лепешки, всегда это давало силы человеку жить, потому что в этом зерне все необходимые элементы, источники жизни, белок, через который человеческое тело живет. Я есмь – хлеб жизни. Иисус сказал, я есмь… Иисус сказал, я есмь – путь. Что такое путь? Путь мы знаем, что когда мы куда-то собираемся, нам нужно знать путь. Нам нужно знать направление, нам нужно знать конечную точку. И если человек более-менее опытный, он хочет узнать, есть ли у него длительный путь, что будет встречаться на его пути. Будут ли там горы, будут ли там леса, будет ли там пустыня, будет ли там вода. И поэтому в соответствии с тем, куда человек отправляется, он берет с собой какое-то снаряжение, зная, что ждет его на этом пути. Иисус сказал, я есмь – путь. Иисус сказал, я есмь – истина. Истина. Человек всегда стремился к истине. Человек всегда хотел знать, задавался вопросом, а что есть истина? Что есть правда? Что есть ложь? Что есть истина? И, кстати, правда и ложь – это не есть истина. Истина – это истина. Поэтому Иисус сказал, я есмь – истина. Потому что разобраться, где правда, где ложь, в наше время восьма трудно. Одни люди правду выдают так, другие на эту правду смотрят с другой стороны и говорят, что то, что они сказали – это ложь, а правда совсем другая. И человек запутался, кто прав, кто виноват. Иногда очень трудно разобраться. Но поэтому есть истина. И истиной является Иисус. И когда мы не можем разобраться с правдой, то нам нужно взирать на истину, смотреть на истину, потому что Иисус есть ответ. Иисус сказал, я есмь – жизнь. Он есть сама жизнь. Мы говорили о том, что Иисус есть дыхание жизни, потому что Бог создал нас по своему образу и подобию и вдохнул в нас дыхание жизни. И мы стали душой живою. Он есть дыхание, он есть дух. И Иисус сказал, я есмь – сама жизнь. То, что вы имеете в себе, это есть жизнь, которая циркулирует в вас, которая направляет вас. И я есмь – это жизнь. Не мысли наши направляют нас, не физические упражнения направляют нас. Они нам нужны. Мысли нам нужны, упражнения нужны. Не эмоции нас направляют. Они нам нужны, но они не являются нашей жизнью. Что есть наша жизнь? Дыхание. Дыхание жизни присутствует внутри нас. Это дух. Дух. И Иисус сказал, я есмь – жизнь. Он есть внутри нас. Он есть наша жизнь. И Иисус говорит, я есмь – пастырь добрый. Я пастырь добрый. Я не наемник. Я добрый пастыр. Он говорит, что пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он сравнивает себя с пастухом, который пасет стадо. Мы, возможно, в наше время мы смутно имеем представление, кто такой пастух и стадо. Ну, так, имеем общее представление. Но сами, наверное, никогда в это особо не вникали, потому что не занимались этой работой. И знаем только из книжек или со слов других людей, которые в этом были задействованы. Там есть свои нюансы, есть свои секреты, когда пастух заботится об овцах. Мы можем видеть, что овцы – стадо, животные, которые кормят человека. Шерсть, мясо. И это так необходимо для человека. И есть пастух, который пасет овец, который выводит их на траву, чтобы они хорошо погуляли, чтобы они хорошо покушали, чтобы они не сбились с пути. Он следит за ними. И если теряется одна овца, он находит ее. Это настоящий пастух. Иисус говорит, я настоящий пастырь, я добрый пастырь, я не бью своих овец. Я забочусь о них и питаю их больную, врачую и так далее. Он говорит, я есть пастырь добрый. Иисус также говорит, я есть дверь овцам. Через Иисуса мы приходим к Отцу. Через Иисуса мы познали Отца. Он есть путь к Отцу. Он есть дверь к Отцу. И Иисус есть все для нас. И вот Иисус еще проводит одно сравнение. Я есть истинная виноградная лоза. Отец мой виноградарь. И сегодня я немножко хочу поговорить с вами на эту тему. Я есть истинная виноградная лоза. Что такое виноградная лоза? Тоже не каждый из нас занимался виноградом, занимался лозой. И те люди, которые занимаются этим земледелием или выращивают виноградные лозы, они имеют очень четкое понимание, как это быть виноградарем, как это быть виноградной лозой. Иисус называется виноградной лозой. Виноградная лоза, у нее очень толстый ствол. У меня тоже маленькие представления об этом. И я со своих представлений поделюсь с вами. У нее толстый ствол, у нее есть ветки, и она плетется. Она извивается, она гибкая, она плетется. И когда есть поле виноградной лозы, то виноградные лозы насажены длинными такими ровными полосками. И у них есть подпорки, и по этим подпоркам лоза обвивается. И есть ветки. Мы с вами дикая маслина, мы привиты к этой лозе. Иисус говорит, я есть лоза, и вы привиты ко мне. Мы имеем жизнь в этой лозе, мы привиты к ней. Потому что, находясь в Иисусе, привившись к Нему верою, мы питаемся им самим. Мы питаемся этим соком лозы. А отец является виноградой. Отец – это тот, кто насадил виноградник. Это тот, кто ухаживает, тот, кто является хозяином виноградника. И вот посмотрите, что написано дальше. Я прочитала вам из Евангелия от Иоанна, 15 главы. Я попрошу вывести сейчас на экран этот текст. Евангелия от Иоанна, 15 глава, 1, 2, 3, 4 стихи. Мы прочитаем их по порядку. «Я есть истина виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую ветвь, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Это второй стих был. Теперь третий. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. «Прибудьте во мне, и я в вас». «Как ветвь не может приносить плода, сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Пятый стих. «Я есть лоза, а вы – ветви. Кто прибывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветка, и засохнет. Такие ветки собирают, бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». Аллилуйя. Иисус говорит нам о том, что он лоза, а мы привиты к нему ветки. «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода, сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Иисус есть жизнь. И пребывание в Иисусе дает нам жизнь, дает нам способность приносить плод. Мы веточки привиты к этой лозе. Эта лоза, она изгибается, она такая мощная, она такая сильная. В ней есть сок, в ней есть жизнь. И мы привиты к ней становимся этими веточками, которые так нужны и необходимы Господу. Потому что, с другой стороны, он есть глава церкви, а мы его тело, мы его церковь. Он тоже об этом дает сравнение. И вот мы питаемся. И нам важно пребывать в Иисусе. Нам важно пребывать в Нем и знать, кто Он есть для нас. Знать, что Он есть наш Спаситель. Он наш Искупитель. А в этом соке находится все. Как мы знаем, есть написано в послании римлянам, что если Он отдал, не пощадил Сына Своего, то вместе с Ним Он дарует нам все. То есть в Иисусе есть все. Он есть сама жизнь. Он есть истина. Он есть свет. Он есть любовь. Он есть наш покой. Он есть наша мудрость. Он есть свет. Он есть все для нас. Он есть милосердие. Он есть братолюбие. Он есть прощение. Он есть все для нас. В чем мы нуждаемся сегодня? Чтобы в Нем была вся наша жизнь. Поэтому Слово Божие ободряет нас, чтобы мы пребывали в Иисусе. Чтобы мы пребывали в Нем. Чтобы мы питались им самим. И Он абсолютно щедро дает нам себя. Он отдал самого себя, чтобы мы были к Нему привиты. Дорогие, хочу обратить ваше внимание сегодня на второй стих. И сказать вам о том, что в этом стихе есть еще другой перевод. Когда вы зайдете в Библию, вы можете увидеть, что если вы зайдете, например, есть такой сайт allbible.info И на этом сайте есть Библия, и каждый стих приведен в оригинальном языке. И вы можете открыть этот стих и обратить внимание на слово «Всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает». Вы знаете, это слово всегда трактовалось, что он отсекает. То есть, если я веточка на этой лозе, и я не приношу плода, значит, я буду отсечен. Значит, у меня нет шанса, значит, меня должны отсечь и выбросить вон. Но, знаете, когда вы посмотрите в перевод, для меня само это было открытием, что это слово означает здесь не только, даже первое значение этого слова не отсечение, а поднимать. Теперь давайте я посмотрю, прочитаю вам в новом переводе. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он поднимает». «Всякую приносящую плод очищает». «Всякую не приносящую он поднимает». Вы знаете, перед тем, как человек отпасть от Бога может только, собственно, по своему желанию. Но сам Бог никогда не будет нас отсекать. В другом месте Писания сказано, что он трости надломленной не переломит. Если трость надломлена, вы знаете, вы когда-нибудь ломали веточку, ну, где-нибудь в саду, и она иногда держится на вот самой последней, вот на кожице, на кожуре, вот она держится на вот этом, и по ней еще может идти какой-то сок. Эта веточка уже надломана. Так вот, Иисус, мы бы, конечно, в своем саду, что эта ветка нам мешает? Мы бы ее вшик-вшик и выкинули. Но Иисус так не делает. Если он видит надломанную веточку, он ее не отсекает. Трости надломленные он не переломит. Он сделает так, если она переломана, он сделает так, чтобы ее восстановить. Знаете, добрый, хороший хозяин, когда сломана хорошая ветка яблони, например, он поднимает эту ветку, подставляет туда опору, обматывает ее, чтобы она срослась, чтобы по ней опять потек сок, чтобы эта ветка опять стала живой. И поэтому Иисус нас не отсекает. И Иисус дает нам шанс, чтобы мы были плодоносищами. Если кто-то упал, если кто-то ослабел, если кто-то подсох, и добрый виноградарь – это наш Отец Небесный, а Он добрый. Он не злой Бог, Он не добрый, Он не приходит с какой-то мачетой или с какими-то ножницами, чтобы нас обрубить. Писание дальше говорит, кто не прибудет во Мне, извергнется вон. То есть только если человек сам откажется пребывать в Боге, он будет извергнут вон. Но человек, который цепляется за Бога, это как та тросточка, как тот лен курящий, который Бог не угасит. Отец виноградарь добрый, Он поставит подпорку, Он обвяжет, Он сделает так, чтобы ваша веточка приносила плод, чтобы вы опять имели жизнь, чтобы вы опять пребывали в Иисусе. Дорогие, сегодня я хочу спеть песню. Это песня, которая была написана Булата Макуджава. Я не занимаюсь так активно, скажем, творчеством, но эта песня, она в свое время меня очень сильно тронула, и я спою из этой песни. Я знаю только два куплета, и я хочу сегодня спеть вам ее под гитару. И у меня здесь есть гитара. Не судите строго, я не практик большой, я просто любитель, и немножечко совсем знаю аккорды, и поэтому не будьте так ко мне строги, но тем не менее я хочу просто спеть эту песню сегодня для вас. И она называется «Виноградная косточка». И после этой песни я просто поделюсь своими переживаниями, и мы можем увидеть Божью любовь, как Бог любит нас. «Виноградная косточка». «Виноградная косточка» «В теплую землю зарою» «И лозу поцелую, и спелые грозди сорву». Всех друзей созову, на любовь свое сердце настрою, «А иначе зачем на земле этой грешной живу?» Собирайтесь, друзья, на мое угощение, говорите в лицо, чем пред вами неправо слыву. «Царь небесный пошлет нам прощенье за прегрешенье, а иначе зачем на земле этой грешной живу?» «Лай, лай, ла, 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 ла 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 виноградную косточку в теплую землю зарою и лазу поцелую и И грозди сорву, всех друзей созову, на любовь, на любовь, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой грешной живу виноградную косточку в теплую землю зарою и лозу поцелую и спелые грозди сорву. Всех друзей созову, на любовь свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой грешной живу. А иначе зачем на земле этой грешной живу. Аминь. Халилюя. Зачем я живу на этой земле? Чтобы иметь любовь, чтобы жить в Божьей любви, чтобы познать любовь Отца. Халилюя. Виноградная косточка. Мы как виноградная косточка, посеянная в теплую землю. Мы как эта веточка в его руках. И Господь взял эту веточку и привил нас к лозе, чтобы мы приносили плод, чтобы этот плод пребывал. Конечно, Господь очень сильно любит нас. И в нашей жизни бывают обстоятельства, бывают испытания, которые служат нам для того, чтобы мы очистились, освободились от лишнего груза, от каких-то балластов, от того, что присуще нашей плодской природе. Через эти испытания мы освобождаемся от зависти, от ненависти, от лицемерия, от всякой злобы, от какого-то превозношения. Я верю, что все эти испытания, обстоятельства в жизни, они нам нужны для того, чтобы Бог мог нас очистить. И в первую очередь Он нас очищает через Своё Слово, как мы с вами прочитали в этом месте Писания, в третьей стихе. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам. И в заключении у нас остается несколько минут этого эфира. Я хочу прочитать вам историю, где Иисус описывает одного виноградаря, у которого был виноградник. Очень интересная история, мы быстренько посмотрим её. Она написана в Евангелии от Луки в 13 главе. И мы прочитаем несколько стихов с первого стиха. «В это время пришли некоторые, рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» Нет, это Евангелие от Луки, 13 глава, с первого стиха по несколько стихов, мы прочитаем почти 9 стихов. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня селамская, и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Было два случая. Об одном случае рассказали ему пришедшие о галилеяне, что произошла такая трагедия. Пилат убил, пришли некоторые, рассказали ему о галилеянах, кто-то рассказал Иисусу о тех, что галилеяне пришли в Иерусалим, и их Пилат убил. Потом Иисус сам вспоминает историю, где упала башня, убило 18 человек. Знаете, ассоциация у тех людей в то время была так. Эти люди, галилеяне, они грешники, поэтому они погибли от руки Пилата. Иисус продолжает их мысль, заглядывая в их сердца, он говорит, «Вы думаете, что эти люди, которые погибли под башней, они тоже были грешнее?» Нет, он делает заявление. Знаете, иногда, когда происходят какие-то события в мире, первая реакция часто у людей бывает, особенно религиозных людей, они думают, «О, этот человек согрешил, поэтому это пришло в его жизнь», или «О, этот народ согрешил, поэтому это бедствие, это землетрясение, или это цунами, или это катастрофа, пришли в их жизнь». Нет, нет. Иисус говорит, «Нет, не думайте так, они не были грешнее». И дальше он приводит интересную притчу. «Некто имел в винограднике в своем посаженную смоковницу». Это шестой стих этой же главы. «И пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее, на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если нет, то в следующий год срубишь ее». Мы видим эту притчу. Мы коротко сейчас постараемся ее разобрать. Притча о винограднике. Виноградник посажен. В нем есть виноградная лоза. Но вдруг откуда-то в этом винограднике появляется смоковница. Когда садят виноград, ничего другого в ней не садят. Но здесь появилась смоковница. Что же за образы хочет нам показать Господь через эту притчу? Смоковница всегда представлялась образом Израиля. И виноградник насажен. Это виноградник, который насадил отец. Это мы с вами. Это то, что взращивает сегодня Господь. Виноградарь – это отец. И вот виноградарь, за виноградником ухаживает человек. Иисус говорит, что это я ухаживаю. И он просит, в этом мы видим, что здесь есть виноградник и есть смоковница. Иисус ходатайствует за смоковницу. Иисус, когда пришел в Израиль и служил Израилю, он ходатайствовал за Израиль. Он служил народу израильскому и просил, чтобы этот народ остался для момента покаяния. Может быть, она принесет плод, может быть, она покается, может быть, она облечется в мою праведность, говорил Иисус через эту притчу. И он просил отца, пока я здесь нахожусь. Вот он этот шанс для Израиля, чтобы они приняли меня, покаялись, приняли мою праведность и были восстановлены. И начали приносить плод. Эта притча говорит об этом, о покаянии, что необходимо покаяться и облечься в праведность Божью. Нельзя рассчитывать на свою праведность, ведь Израиль, фарисеи, книжники, саддукеи, они рассчитывали на свою праведность, они рассчитывали на закон, на исполнение закона Моисея, что через этот закон они будут оправданы. Но Иисус говорил Отцу, я еще побуду с ними, может быть, они покаются, может быть, они принесут плод. И когда мы с вами читаем, когда апостол Павел рассказывает о своем служении, он говорит о том, что я был фарисеем, я был таким законником, я так все исполнял, я рассчитывал на свою праведность, но познав Иисуса Христа, я отказываюсь от своей праведности, и я облекаюсь, я почитаю это, исполнение всего этого закона, я почитаю все свои регалии, привилегии, которыми я пользовался в обществе израильском, я почитаю все это за ссор, послание филиппийцам, третий главе он об этом пишет, я отрекаюсь от этого, потому что я хочу найтись в Иисусе Христе, с его праведностью, с его чистотой, я хочу быть в Иисусе, я хочу познать Иисуса. И в конце нашего эфира мы подводим итог, возвращаясь к виноградной лозе. Отец наш добрый виноградарь, а Иисус это наша виноградная лоза. Нам очень важно знать Иисуса, пребывать в Иисусе, питаться Иисусом, чтобы этот сок наполнял нас, чтобы мы жили для его славы. Иисус наша виноградная лоза, мы ветки. Давайте помолимся, чтобы его присутствие было в нашей жизни, чтобы нам больше и больше узнавать Иисуса. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты есть добрый виноградарь. Мы благодарны Тебе за Иисуса, что Иисус это есть наша виноградная лоза, а мы веточки, привиты к этой лозе. И мы благодарны Тебе, Господь, что когда наступают, может быть, сухие периоды в нашей жизни, и мы перестаем приносить плод, то Ты заботишься о нас и поднимаешь нас, чтобы мы, пребывая опять в Тебе, могли приносить плод. Мы благодарны Тебе, Отец, за Иисуса, что Иисус живет внутри нас, и что мы сегодня можем питаться от Иисуса, пребывать в Иисусе, смотреть на Него, возрастать в Нем, наполняться им, жить им, дышать им, славить Его, любить Его, принадлежать Ему. Благодарим и превозносим Твое великое имя. Слава Тебе! Я прошу Тебя, Господь, благослови и укрепи каждого человека. Боже, кто ослабел, кто остыл, возгрей, Господь. Подними, подними, Господь, каждую веточку, чтобы вновь приносить плод, чтобы питаться Тобой и жить Тобой, и делать это из любви к Тебе. Да будет Тебе вся слава и честь во веки веков. Аминь. Дорогие, мое желание сегодня, чтобы вы были благословлены. Пусть это, посеянное в теплую почву, добрыми руками, привитое к этой лозе, возрастает внутри вас, и будет великий-великий плод для Его славы. Мы благословляем имя Господа. Я благословляю вас. Лоза и сок лозы дает все. Укрепляйтесь, Господа. Да будет мир с вами, дорогие. Всего доброго. До свидания. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!